Сэмаобман Доброго времени суток. В очередной раз хочу поднять тему жалости, жертвенности, спасательства и других понятий, которые часто подменяются и скрываются под разными оболочками и красивыми обертками. Данный подкаст будет особенно полезен тем, кто проходит занятия по самообразованию и строит образы на такие явления, как яцентризм, нравственность, обида, вина, жалость, жертва и другие. В самом конце вас ожидает приятный сюрприз – музыкальный продукт нашего коллективного творчества, так что рекомендую дослушать до конца. Давайте освежим в памяти, что такое нравственное мерило, из чего оно состоит, что такое безнравственность и какие виды безнравственности существуют. Нравственное мерило состоит из образа какого-то явления в психике, его лексического описания, оценки. Хорошо, плохо, неопределено, сопутствуют обстоятельствам, не имеет значения. Приоритетности, важности в иерархии мерил. Безнравственность заключается в отсутствии каких-то компонент. Четкой взаимосвязи между этими компонентами или множественности нескольких компонент. Один из видов безнравственности – это множественность мерил. Часто люди под множественностью мерил подразумевают только множественность оценок. Хорошо, плохо, неопределено и так далее. Но это не совсем так, есть и другие варианты. Множественность мерил подразумевает, что у вас может быть один образ, но разное его лексическое описание, или наоборот. Одна лексика, но разные образы. Или разные взаимосвязи между образами и словами, разные приоритеты и так далее. Дело в том, что бессознательное иногда играет с нами злую шутку. И в целях защитить те или иные программы поведения, в частности, свой алгоритм яцентризма и его оболочки, при выводе образов на уровень сознания описывает одни и те же явления разными терминами. Например, вместо отравляться психотропами и интоксикантами, употреблять алкогольные продукты. Вместо инстинктивных привязок – влюбленность и страсть. Вместо жалости и вины – доброта и сочувствие и так далее. В общем, когда человеку выгодно что-то, он использует одни языковые конструкции. Когда ситуация изменилась и выгодно стало что-то другое, использует другие слова. Их задача нравственного преображения подразумевает идентификацию в себе такого самообмана и описание явлений четкими адекватными жизни терминами, после чего станет возможным и поменять нравственные отношения к этим явлениям. Самообман – это отрицание правды внутри себя. Явление активизируется разумом, когда нужно оправдать свои уже реализованные иллюзорные цели – прожитую жизнь. Хорошо или плохо обманывать себя, нанося себе вред и создавая стену между душой и психикой. Самообман – это нежелание избавляться от иллюзий, рвать связь с авторитетом и выходить из подчинения кому-то, чему-то. Спрашивается, какая часть тебя, какую часть обманывает. Разум на службе у алгоритма яцентризма обманывает совесть и душу, выдавая на уровень сознания через безнравственность, множественность мерил, неадекватную ситуацию и лексику, образы, оценки и значимость, приоритетность. Давайте для примера возьмем такое явление, как жалость. Согласитесь, что очень часто мы это явление маскируем словами доброта, щедрость, отзывчивость, помощь и так далее. И еще есть два таких интересных слова – сочувствие и сострадание. В психологии житейской и профессиональной эти качества обычно считаются положительными. Сочувствие обычно возводится в ранг самостоятельной ценности, и чем больше ты сочувствуешь и сострадаешь, тем якобы лучше. Но давайте задумаемся, всегда ли сочувствие и сострадание приносят людям пользу? И вообще, могут ли они принести пользу, если рассматривать не краткосрочный эффект утешения, а более длительный период времени? Жалеющие, сострадающие и решающие чужие проблемы по сути не любят, хотя может искренне быть уверенным, что именно так и любят. Любовь выражает себя в том, что выявляет и разрешает проблемы человечества, культурно-своеобразных обществ, тех или иных людей персонально, не создавая при этом новых проблем для их развития. И это делается на основе тех навыков, которыми владеет тот или иной любящий. Если нет навыков, необходимых для разрешения проблемы, то любовь не может выйти за пределы сопереживания страдающим от проблем и оказывается неспособной выявить и разрешить проблемы. Знания, навыки и прежде всего навык производства знаний и прикладных навыков самостоятельно с нуля необходимо для того, чтобы действительно любить. Как мы уже не раз говорили, жизнь справедлива, и если с человеком происходит что-то, на его взгляд, плохое и недостойное, то, скорее всего, этот человек просто не хочет принимать ту информацию, которая ему приходит от жизни и не хочет ничего в ней менять, тем самым нарушая в жизни гармонию и равновесие, притягивая в свою жизнь неприятные события. Мы же волею судеб оказываемся рядом с таким человеком по двум причинам. Во-первых, у нас есть похожие проблемы, и он нам дан как зеркало. А во-вторых, мы можем ему помочь, но помощь наша, как это не покажется странным, заключается вовсе не в жалости и сострадании, а в оглашении тех проблем, которые мы выявили, и в наводящих вопросах, которые помогут эти проблемы осознать. Но только при условии, что у человека есть реальный запрос и интерес к тому, чтобы услышать эту информацию и применить ее на практике. Этот запрос нужно почувствовать перед тем, как начать вещать ему правду жизни. В противном случае это будет выглядеть как насилие правды, желание поучать, переделывать других людей. А этого, как вы уже понимаете, делать ни в коем случае не стоит. Так вы только ухудшите ситуацию. В обществе есть такой стереотип, что добрый человек отдает другим все, что имеет. Готов снять с себя последнюю рубашку, чем часто и пользуются корыстные люди. Но на самом деле в таких людях-бессеребряниках, которые часто занижают ценность своего труда, присутствуют разные качества, и не только положительные. Такие, как скромность, бескорыстие, но и есть то, что вовсе добротой не является. Это как раз жалость, спасательство, заниженная самооценка и чувство вины. Такие качества не помогают другим людям развиваться, а наоборот, развращают и тормозят их развитие. Программа спасательства закладывается с детства. Главный пример спасителя в нашей культуре – это Иисус, который якобы спас все человечество, взяв грехи людей на себя. Данный архетип насаждается во многих продуктах культуры, о всевозможных супергероях, которые приносят в жертву свою жизнь, здоровье и иные блага, ради спасения других людей. Задумайтесь, Бог ставит людей в такую ситуацию, когда из двух зол приходится выбирать наименьшее, или это люди себя ставят в такие ситуации сами? Богу нужны жертвы. Бог хочет, чтобы праведные люди страдали и совершали жертвоприношения. Я не хочу никого оскорбить или обесценить тех подвигов, которые совершали наши предки, но они отталкивались от своей миропонимания и своей исторической ситуации. Мы же с вами находимся в другой исторической ситуации, и у нас другая миропонимания, и то, что вы читаете или слушаете этот подкаст, открывает вам возможность, если вы до этого не задумывались об этом, построить свою жизнь и жизнь общества так, чтобы подвигов самопожертвования повторять никому не пришлось. А для этого нам надо осваивать те навыки и знания, которыми наши предки не владели. В некоторых случаях жалость может быть первым шагом на пути к избавлению от яцентризма, особенно когда человек стал за годы прокачки бесчувственным и равнодушным к окружающим. Жалость может его немного разморозить, но нельзя на этой ступеньке застревать. Далее надо выходить на истинную любовь, которая отличается от жалости тем, что помогает осваивать новые навыки и не создает проблем на будущее. Чувство жалости проистекает из отсутствия понимания причинно-следственных связей в жизни, и как следствие человек думает, что мир несправедлив по отношению к нему, если жалость к себе, либо к другому человеку, жалость к другим, что жизнь и Бог издеваются над ним, помещая в такие ситуации и обстоятельства. Жалость — это следствие яцентризма и дуализма, стереотипа мышления, в котором мир непознаваем, все случайно и построено на постоянной борьбе противоположностей и отрицания и отрицания. Человеку через язык жизненных обстоятельств идет обратная связь на те мысли, намерения и поступки, которые он совершал или собирался совершить, но он не принимает эту информацию и отбрасывает ее, так как не хочет испытать чувство стыда за свои мысли и поступки и не хочет менять своих качеств. После того, как он проотрицал входящую информацию, ему надо убедить себя самого и других в том, что он ее не получал и что он весь такой бедненький и несчастненький. Не видя всей ситуации, люди часто ведутся на эти рассказы. Но стоит присмотреться внимательнее, например, пожить или поработать с таким человеком, и сразу становится понятным, что главный источник неприятностей в его жизни – это он сам. Почему люди стараются вызвать друг у друга чувство жалости и чувство вины? Это происходит либо осознанно, либо бессознательно. Когда человек хочет добиться чего-то от другого человека, но при этом не обладает тандемным принципом взаимодействия и диалектическим методом познания, не умеет или не хочет обратиться к совести другого человека, призвать его к конструктивному диалогу и начинает манипулировать им. На коротком интервале времени человек добивается того, что ему нужно, но создавая внутреннюю напряженность, он запускает эффект обезьяньи и лапы, что в дальнейшем приведет к неприятностям. Внутренне, в глубине души, манипулятор понимает, что он неправ и что он имитирует. Вместо решения реальных проблем создает новые, перекладыванием ответственности на другого, но он боится признаться себе в своих пороках и не желает менять свою жизнь. Поэтому и затевает манипулятивные игры, чтобы отвлечься самому и напитаться чужой энергией негативных эмоций на какое-то время. СОЧУВСТВИЕ Ещё один термин, которым часто подменяют жалость, это СОЧУВСТВИЕ. Если СОЧУВСТВИЕ понимать в широком смысле как испытывание одинаковых чувств с другим человеком при мысленном помещении себя на его место, то это инструмент, который надо использовать под конкретные задачи, опираясь на совесть. Однако, помещая себя на место другого человека, если у тебя другие нравственные мерила, то ты по факту не будешь испытывать то же самое, что и он, а будешь испытывать другое, ведь нравственность управляет потоками обработки информации и, соответственно, бессознательные уровни психики выдадут совсем другие эмоции. То, что одному кажется трагичным, у другого будет вызывать смех от нелепости происходящего, и это нормально. СОЧУВСТВИЕ в плане совпадения чувств возможно либо при совпадении нравственных мерил, либо при их отсутствии, когда пустое место занимает мерила и грегора. СМЕХ и ЮМОР как явления бывают разные. Бывают злые, злорадства, не предлагающие выхода. Бывают добрые, когда предлагаешь человеку выход, а он отталкивает его, переходя из бессознательного я-центриста в разряд осознанного бытового эгоиста. И в этом случае упорство человека выглядит со стороны довольно комично, так как он сам посылает Богу из жизни запросы и сам отрицает входящую информацию и продолжает биться о стену, пока не расшибется. Сострадать в этом случае глупо, как и в случае с искренне заблуждающимся, ведь он тоже отрицает входящую информацию, но бессознательно, и лучше не сострадать, а указать ему на это обстоятельство. Следует отличать чувство меры, совести от информации из эгрегоров, которые часто пародируют чувство меры. Пример. Смотрим фильм или читаем книгу, «Сочувствуем главному герою». Если автор наделил его стремлением к праведности и через свое чувство меры описал ежо, язык жизненных обстоятельств достаточно близко к реальности, то мы, сочувствуя главному герою, видим пример праведности, нравственного преображения к ней. Если у автора чувство меры искажено библейской культурой, то он будет описывать сценарии, далекие от реальности. Например, страдания праведника или пытаться вызвать сочувствие мерзавцу и подлецу. Но мы будем сопереживать этому мерзавцу только в том случае, если наши чувства меры и нравственность искажены так же, как у автора произведения. Если при просмотре чувствуешь, сопереживая главному герою что-то, что зашкаливает и переполняет, искажая работу интеллекта, неважно в плюс или в минус, то, анализируя свою нравственность и сценарий произведения, в котором выразилась нравственность автора, можешь пересмотреть то, что увидел, и понять, что эмоциональный фон не соответствует смыслу увиденного. И, поменяв мерила, больше не испытывать при просмотре тех эмоций, которые испытывал раньше, сливая энергию в эгрегоры. Если подмены понятий и взаимосвязей нет, то эмоции не зашкаливают, не искажают работу интеллекта, испытываешь воодушевление и радость, и сочувствие вписывается в нормы праведности, не причиняя никому вреда. Если вы испытываете к кому-то жалость, ответьте себе на вопросы. В каком типе строя психики пребываете, когда сочувствуете? Управляйте приятным процессом или просто как приемник все принимаете? Если с Богом согласовал мерила, что, например, причинять вред себе – это плохо, потому-то и потому-то, то сочувствие к человеку, который причиняет вред себе, не испытываешь. Просто видишь у него неопределенность по этому вопросу или злонравие и указываешь на ошибочность. Возникающая душевная боль из-за себя желения или желения других – это индикатор необходимости пересмотреть какое-то нравственное мерило. Занимаясь спасательством другого человека, беря на себя ответственность за его жизнь, вы причиняете ему вред, лишая человека возможности преодолеть трудности, объективные ему необходимые. Чем же отличается дар от жертвы? Дар происходит в тех случаях, когда язык жизненных обстоятельств сводит тебя с человеком, с которым вас объединяет что-то общее, какие-то интересы или даже совместные дела, предназначения. То есть вы находитесь в одних процессах, и ты знаешь, какая именно помощь в данный момент поможет человеку. И даришь что-то от души, понимая, что это будет на благо, поможет ему развиваться и делать что-то полезное. И очень часто это могут быть совсем не деньги, так как Бог свел не просто так двух людей. Бывает, что тебе не нужна какая-то вещь, а другому именно она нужна. То есть ресурс перераспределяется без значительных потерь. Как отличить это от пожертвования, которое включается через пародирование эгрегором. Очень просто. Обычные эгрегоры давят на жалость, описывая некую безысходность. Дети остались на улице, как пример. Безвариантность. Помощь нужна именно одного рода, как правило, деньги. Ограниченность по времени платить нужно срочно, прямо сейчас, пока сильна эмоция и внутренний позыв поддержать бедняжку. Не дают время спокойно подумать, переспать с этой мыслью. И как следствие, от такого давления эгрегором на жалость или привязанности, внутри, в глубине души есть какое-то несогласие, дискомфорт, некая неловкость. Деньги протягиваем как-то с сомнениями, опустив глаза, больше из желания, чтобы отстали и не маячили перед глазами своей беспомощностью. Жалкое зрелище и тот, кто просит подаяния, и тот, кто приносит жертву. А это, кстати, по разным причинам делают. Кто-то из жалости, кто-то гордыню прокачивает, кто-то статус и так далее. Вспомните свое состояние, когда в вагон метро или электрички заходит попрошайка, часто физически здоровая, и начинает выплакивать свою милостыню или показывать справки о том, что ее сын действительно болен и ему нужна операция. По поводу подачек, милостыни и пособий Генри Форд хорошо написал в своей книге «Моя жизнь и мое дело». Он не давал никому подачек, он устраивал коллег на работу, и они получали столько же, сколько остальные. А иногда даже больше, но не потому, что их жалели, а потому, что для них находилась такая работа, которую они могли выполнять не хуже, а наоборот, даже лучше, чем физически здоровые люди. Любовь — это то, что от Бога, это не чувства и не эмоции. Вместе с нею человек приобретает положительную эмоциональную самодостаточность и такое качество своего бытия, которое обходится без дополнительных эмоциональных подпиток для решения стоящих задач. Для обретения этого дара человек должен осмысленно и нравственно созреть. Поскольку это дар, то механически и программно-алгоритмически он не воспроизводится и не тиражируется. Любовь, как совокупность совершенства, содержит в себе как цели, так и средства и не лишает живущего ею ни ума, ни зрения, чтобы без эмоционального пережигания действенно любить. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Любовь вселенская объединяет в ладу целостность иерархии вселенной. Человеческая любовь, будучи безумной в угоду страстям и желаниям, или, будучи не обученной пользованию разумом, данным ей, не предвидит последствий своих и чужих действий, во-первых, для окружающих, а во-вторых, для себя, и сеет зло. Так что любовь минус ответственность за последствия действий есть не более, чем благонамеренность. А благими намерениями, идущими от чистого сердца, в своем большинстве вымощена дорога в ад. Поэтому не следует противопоставлять друг другу горячее трепетное сердце и холодную голову с невозмутимым разумом в их единстве, не помрачаемое ни грязью, ни злом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова страдать. Как понять, что вы находитесь в чужой матрице и выйти из нее? Показателей отклонения от пути вашего духовного развития очень много. Это в первую очередь наличие стрессов и депрессий в вашей жизни, плохое настроение и недостаточная мотивация к саморазвитию, лень, постоянная усталость, апатия, конфликты с окружающими людьми и другие повторяющиеся неприятности. При этом декорации меняются, а суть неприятности остается все та же. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо сначала построить образы на такие явления и процессы, как нравственность, безнравственность, алгоритм пересмотра нравственности к праведности и другие. Тексты для построения данных образов вы сможете найти в занятии по самообразованию номер 6. Далее, постепенно разбираясь со своими нравственными мерилами и целями, необходимо найти тот момент в вашей жизни, в котором вы или вам разорвали диалог с Богом и жизнью, где вы обиделись на Бога и жизнь, посчитали, что с вами поступают несправедливо и сформировали у себя убеждение, что доверять себе, другим людям, Богу и жизни нельзя, что мир враждебен по отношению к вам и нужно поскорее уйти из этой жизни, чтобы сумма пережитых в нем страданий была наименьшей. Так вы и живете с тех пор, вечно пытаясь убежать от страданий, но они вас постоянно настигают, ведь тактику вы выбрали совершенно неверную, образы сформировали абсолютно неадекватные. И чтобы вам об этом сообщить, вам постоянно и встречаются по жизни отражения, указывающие на ваши отклонения от промысла, в том числе через давление обстоятельствами. Субтитры создавал DimaTorzok Откуда берутся болезни и страдания? Если мы отклоняемся от намеченного душой пути эволюционного развития, то она привлекает в нашу жизнь всевозможные страдания и болезни, чтобы мы, насытившись этим негативом, вернулись на путь любви, развития, самопознания и творчества. По сути, наше тело – это проекция нашего бессознательного. Если в бессознательном есть конфликты, неопределенности и порочность, то это обязательно будет проявляться и в болезнях тела, и его быстром старении. Если душа еще не готова к новому эволюционному шагу, то человек сам себе создает неприятные ощущения, страдания, болезни, как следствие неправильности, несвоевременности данных поступков. И когда насыщаешься этими обратками жизни, осознаешь через боль всю глупость и пагубность нахождения на ложном пути, тогда принимаешь решение двигаться дальше. Сознание – это инструмент души, некий оператор, который наблюдает и в норме должен управлять поведением и бессознательными уровнями психики. Но и бессознательное – это тоже инструмент души. Все ложные программы на бессознательных уровнях психики – это тяжелая артиллерия, чтобы достучаться до сознания, рассказать правду о необходимости двигаться дальше. Таким образом, существуют два пути развития. Первый – с упреждением заранее из любви, второй – с запозданием под давлением обстоятельств. Переосмысление нравственности. Если праведность, как особый тип нравственности, предопределенный свыше идеал нравственности для всех и каждого, то свою реальную сложившуюся по жизни нравственность, обусловленную культурой в целом и персональным воспитанием, человеку лучше преобразить в праведность. А для этого необходимо выявить, перезадать заново или заблокировать в себе неправедные нравственные мерила. В результате исчезнет одна из составляющих безнравственности. Множественность нравственных мерил по отношению к одним и тем же ситуациям, выражающаяся в нравственной неопределенности выбора линии поведения, порождающая безволие и эгрегореальную или субъективную одержимость и внутреннюю конфликтность алгоритмики психики, разрушительные для самого человека. Воспроизвести в себе недостающие праведные нравственные мерила. В результате исчезнет еще одна компонента безнравственности – неполнота набора нравственных мерил, ущербность нравственности, обрекающая на недееспособность в каких-то ситуациях или на бессмысленно автоматическое исполнение воли других субъектов, на эгрегореальную или субъективную одержимость. Нравственные мерила необходимо упорядочить, выявляя праведность на основе богоначального мозаичного мировоззрения и выражающего его миропонимание. Однако подавляющее большинство людей не осознает во всей ее полноте и детальности ту нравственность, которая в целом реально управляет течением всей их жизни. Главная причина этого в том, что нравственность, как одна из функционально специализированных составляющих психики, представляет собой огромный объем информации, которая начинает формироваться даже до рождения самого человека, начиная от момента настройки психики первого из его будущих родителей на половой акт, приведший к зачатию. Скелетная основа нравственности закладывается в раннем детстве, еще в тот период, когда воля человека не пробудилась, и развитие личности протекает в процессе автоматической отработки генетических программ развития организма, а также под воздействием родителей, общим воздействием культуры общества, его эгрегоров и течения событий. Поэтому нравственность своей большей частью принадлежит бессознательным уровням психики, хотя какие-то ее фрагменты человек способен осознать и описать на языках, доступных в его психике уровню сознания вне трансовых состояний. Однако нравственность человека в его описаниях может предстать весьма отличной от той объективной нравственности, на основе которой вырабатывается его поведение и какова она есть на самом деле. В такого рода описании может выразиться декларативная нравственность, задача которой убедить других людей в том, какой он хороший. Различие объективной нравственности и декларативной, осознаваемое самим человеком в определенности несоответствия декларации с одной стороны, и с другой стороны, поведение и результаты в деятельности называется лицемерием, двуличием и тому подобное. Но и неосознаваемое им различие декларируемой и объективной нравственности не делает человека лучше. На последнее давно уже указывают следующее определение. «Лучшим из вас являются те, от которых другие ожидают благого и от зла которых находятся с безопасности». «Худшими из вас являются те, от которых другие ожидают благого и от зла которых находятся в опасности». Из поучений пророка Мухаммеда записано по трансляции радио РСИ. «В последнем определении не делается разница между теми, кто лицемерен, и теми, кто не осознает порочности своей нравственности, выражающиеся в том, что другим людям он несет опасность вопреки их ожиданиям и своим декларациям. При этом необходимо ясно отдавать себе отчет в том, что у человека, пребывающего вне трансовых состояний, колоссальное превосходство бессознательных уровней психики, как система обработки и хранения информации над уровнем сознания, обусловлено тем, что бессознательные уровни психики обрабатывают информацию в диапазоне более высоких частот и обладают своими языками, не все из которых доступны сознанию в его обычном бодрствующем состоянии. Соответственно, этому обстоятельству, если человек пребывает вне трансовых состояний, в которых его сознанию оказываются доступными диапазоны более высоких частот, обеспечивающие большее быстродействие, информация с бессознательных уровней психики отображается на уровень сознания как эмоции, общее настроение и эмоциональный фон психической деятельности уровня сознания и деятельности человека в целом, либо в потоке символических иносказательных образов и мелодий, идущих из его внутреннего мира, во многом независимо от воспринимаемого в каждый момент времени потока событий в общем всем внешнем мире. Обусловленность, реальной нравственностью эмоций и символические иносказательных образных представлений необходимо осознанно выявлять. Выявленное выразить в языковых средствах, доступных уровню сознания вне трансовых состояний, соотнести с течением жизни, осмыслить или переосмыслить, придав нравственные оценки «хорошо», «плохо», «неопределено», «хорошо», «плохо» в зависимости от сопутствующих обстоятельств, которые, в свою очередь, подлежат нравственной оценке и тому подобное. Такая работа над собой требует воли и навыков, знания того, как может функционировать и как реально функционирует собственная психика, по какой причине такая работа не совершается сама собой, бессознательно, безвольно, то есть автоматически. В завершении данного подкаста предлагаем послушать продукт нашего творчества – песню о самообмане. Что ты ищешь на этой планете? Отчего тебе грустно и больно? Нету места такого на свете, где почувствуешь ты себя вольно. Счастье будто бы там за горами, смысл жизни хранит кузинатра. И несешь ты поклажу с камнями бесполезных усилий оплата, что вбивали тебе в самом детстве. Должен жить, должен знать, должен делать. Не твори, а копируй ответы, даже если не можешь проверить. Убегать от себя научился, как от самого страшного зверя. На чужие глупые цели тратишь самое лучшее время. Вместо чувства стыда тебе внушили вину. Подменили доверие страхом и ложью. Вместо саморазвития самообман. Скрыли образы жизни, оставив лишь коды. Вместо высшей любви привязали к страстям. Вверх и вниз разрывай качели эмоций. Человечность и совесть теперь не нужны. Твоей жалостью новая жертва куёмца. Но однажды придёт и твой тень, и твой час. Ты увидишь границы шаблонов, что мешают тебе быть свободным сейчас от ненужных и глупых законов. Ты увидишь своё отражение в тех, кто тебя много лет окружает. Перестанешь винить в своих бедах других, притворяться, что всё в жизни знаешь. И тогда воспаришь над мирской суетой, год сурка повторяться не станет. Ведь ты вышел из матрицы, чей-то чужой. Сценарий борьбы не затянет. Развивая себя, понимая других, ты полюбишь всем сердцем трудиться. В этом мире есть счастье, рай для живых. Сможешь ты много раз убедиться. Я тебе что говорил? Нельзя так делать! Я тебе запрещаю! Хочешь, обижайся, а хочешь нет. Ты будешь стоять в углу! Вместо, 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 вместо... Вместо чувства стыда тебе внушили вину. Подменили доверие страхом и ложью. Вместо саморазвития самообман. Скрыли образы жизни, оставив лишь код. Вместо высшей любви привязали к страстям. Вверх и вниз разрывай качели эмоций. Человечность и совесть теперь не нужны. Твоей жалостью новая жертва куется. Задача нравственного преображения подразумевает идентификацию в себе самообмана и описание явлений чуткими, адекватными жизни терминами. Если мы отклоняемся от намеченного душой пути эволюционного развития, то она привлекает в нашу жизнь всевозможные страдания и болезни, чтобы мы, насытившись этим негативом, вернулись на путь любви и развития самопознания и творчества. Таким образом, существует два пути развития. Первый из любви, второй под давлением обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok